Левретка, собака, итальянская борзая порода. Маленькие породы собак становятся все более востребованными. Люди, стремящиеся к тому, чтобы рядом с ними жили небольшие, но обаятельные и ласковые четвероногие питомцы, нередко останавливают. Выбор на левретках, псах, история которых своими истоками уходит далеко за пределы нашей эры. Интересные факты. Левретка – это самое невысокое животное из группы борзы и собаки, способное существовать только при поддержке человека и только в домашних условиях, поэтому широкого распространения эта собака никогда не имела. Левреткам присуща грациозность и королевская величавость. Собаки породы левретков всегда принадлежали лишь очень состоятельным людям. Среди знаменитых владельцев прародителей современных левреток историки называют египетских фараонов, аристократов Древнего Рима и Средневековой Европы. Наибольшую популярность маленькие борзы получили в эпоху Возрождения, собак, которых называли Левротедди и Ителя, разводили в богатых домах итальянцев, французов, англичан. Название породы связали с названием мелкой дичи – Лиевы-Р-Заяц, на которую охотились с помощью итальянских грейхаундов – Грейхаунд. Серая борзая, хотя основным применением левреток из Италии было использование их в качестве декоративных питомцев. В окрасе шерсти собак того времени преобладали белые оттенки, подчеркивающие их аристократизм. Без ружейной охоты и разведением изящных, востроногих, обладающих сообразительностью и острым зрением, мини-борзых занимались и в России. Среди экспонатов кунсткамеры находятся чучело левретки Лизиты, принадлежащие Петруе, царице Екатерина и, выходя в свет, очень часто брала с собой принадлежащих ей левреток. Статуэтку ее любимицы мини-левретки Зимиры сейчас можно увидеть в выставочных залах музея-заповедника Петергов. Важно! По современным стандартам рост в холке кобелей и суклоевроте Диитали не должен превышать 32-38 см, вес 5 кг. Мини-левретка Зимира. История происхождения породы. С началом распада феодального общества, обострением классовой борьбы интерес к левреткам, не имеющим утилитарного применения, снижается. В XIX веке итальянская борзая даже в среде зажиточных людей стала редкостью. Восстановлением породы и улучшением породных показателей занялись в XIX веке после открытия английского и американского конил-клубов. Благодаря их деятельности были установлены породные стандарты и началось разведение левреток, не имеющих отклонений от общепринятых норм. В России с началом Первой мировой войны разведением малых итальянских борзых заниматься перестали. К концу XX века на территории СССР собак породы Левретедди Итали не было вообще, но любители карликовой борзой вновь завезли в страну. Собак-производителей, постепенно количество левреток стало увеличиваться. Клубы любителей породы Пикколо Леврайро Италианоу, малой итальянской борзой, были созданы в Москве, Риге, Ленинграде. Сейчас под эгидой Международной кинологической федерации в СИ зарегистрировано 4 европейских подпородных стандарта на породу Пикколо Леврайро Италианоу. Английский вариант был опубликован 17, 12, 2015, итальянский 19, 10, 2017, немецкий 24, 06, 2009, испанский 19, 10, 2017. Все они базируются на требованиях стандарта ВСИ от 22, 10, 1956, российские заводчики при выведении породистых Пикколо Леврайро Италианоу руководствуются последним стандартом ВСИ номер 200 от 17, 12, 2015 год, вступившего в силу 01, 01, 2016 год Левретка, уменьшенная копия своих сородичей из группы Борзые. Описание породы Левретка собака. Согласно стандарту ВСИ Левретка, порода собак, применяемых как беговые псы, относятся к группе Борзые, секции Короткошерстные Борзые. Классификация животных происходит без проверки рабочих качеств. Внешний вид и телосложение. Породистая взрослая итальянская левретка согласно требованиям стандарта должна обладать грациозным внешним видом, быть примером изящества, аристократичности, элегантности. Должна иметь корпус, вписывающийся в квадрат, а также быть активной, ласковой, послушной. Обратите внимание, у левреток особенная походка, пружинистая, гармоничная. При беге они переходят на быстрый с резкими прыжками голоб. К важным характеристикам строения тела карликовых левреток относятся. Длина корпуса и высота холки, их размеры должны быть равны. Между собой, или высота в холке может быть чуть меньше длины корпуса. Форма головы должна быть удлиненной и узкой, череп, плоским, морда, клинообразной. У собак не должен быть заметным затылочный бугор, а надбровные дуги, наоборот, должны быть хорошо выражены. Собаки Пикколо Левреро Италиано должны иметь Узкую грудь, низкопосаженный тонкий хвост, который собака несет прямо или опущенным. Вниз, четко обозначенную линию подтянутого живота. Короткую шелковистую шерсть сплошного, всех возможных оттенков черного, серого, серо-голубого и изобелового, бледно-желтого, бежевого. Окраса, белые оттенки шерсти допустимы на лапах и в области груди. Темную мочку. Носа предпочтительно черную. Тонкие, плотно прилегающие губы, с темно-пигментированными краями. Удлиненные челюсти, крупные зубы, ножницы и образный прикус. Выразительные округлые крупные глаза с радужкой темного цвета, пигментированные веки. Высоко поставленные. Маленькие, затянутые в область затылка уши. Нешний вид и выражение морды собак-левреветок нашли свое отражение в популярных американских игрушках, выпущенных под брендом Kermi Worm & M. Mr. Morbles. Прототипом игрушечных собачек стала левретка Kermit, принадлежащая Джине Марблс, американской артистке и YouTube-видеоблогеру. Бег кобеля породы Piccolo Levrero Italiano. Дисквалифицирующие пороки. Недопустимы дефекты, отрицательно влияющие на темперамент, характер и показатели здоровья левреток. К ним относят постоянную инохоть, стелющийся движение и горцующий шаг. Важно! Собаки не должны быть агрессивными и трусливыми. Дисквалифицирующими пороками внешнего вида являются Частично окрашенная мочка носа, веки и белесые глаза, Выгнутая или вогнутая Спинка носа Многоцветный окрас шерсти Белые пятна на частях телах, неразрешенных стандартом Бесхвостность в куце и хвостность задранной Выше спины хвост Рост, не соответствующий стандартным показателям Хвост у левреток не должен находиться выше спины Предназначение Быстроногих левреток долгое время называли итальянскими грейхаундами, серыми охотничьими борзыми, прямым назначением которых было Выслеживать в поле на открытом пространстве, догонять, ловить и приносить хозяину мелкую добычу Зайцев, кроликов, куропаток Современные серые левретки с удовольствием побегают за механическим зайцем во время соревнований по курсингу На садовом участке не Пропустят мимо себя мелкого грызуна, вспомнят свои охотничьи инстинкты дома при виде хомячка Но охота – это не главное назначение левротеди Ителя, живущих в 21 веке Левреток держит люди, которым в доме нужны дружелюбные, жизнерадостные, преданные, ласковые и чистоплотные, никогда не нападающие на людей домашние питомцы Изысканный внешний вид и характер собак не обманчив При правильном воспитании со щенячьего возраста эти собаки – аристократы в семействе собачьих, с утонченными манерами красавиц Левретки подстраиваются под образ жизни хозяина и стремятся к тому, чтобы всегда быть рядом с ним Важно! Левреток никогда не использовали для охоты в лесу, среди деревьев Соприкосновение на скорости корпуса животного со стволом дерева может привести к переломам довольно хрупких костей собаки Дрессировка и воспитание Борзых, в группе которых принадлежит Пикколо Леврайро Италианоу, люди считают животными, способными рассуждать и принимать решения Ведь задачей охотничьих борзых является предугадать действия добычи, а значит суметь очень быстро проанализировать ситуацию, возникающую на месте охоты Мыслительные способности достались и левреткам, и это упрощает процесс воспитания этих псов С ними нужно много разговаривать, это будет намного полезнее, чем командовать ними, хотя приучать к командам ко мне, фу стоять собак нужно обязательно Умственные способности у щенков левреток развиваются к четвертых месячному возрасту В силу специфического строения нервной системы этих животных скорость их процессов торможения уступает скорости процессов возбуждения Поэтому малыши много двигаются, но плохо запоминают Все действия, связанные с процессами приучения, воспитания и дрессировки нужно будет повторять неоднократно В процессе обучения применяют щадящее физическое воздействие, поощрение и наказание Для того, чтобы показать, что должно следовать за командой сидеть, необходимо осторожно нажимая ладонью на крестец животного, заставить щенка сесть Наказание и поощрение должно следовать в течение пяти сек после того, как щенок что-то сделал, тогда животное поймет, за что ему дают Лакомство или строгим голосом, глядя в глаза, выговаривают за проступок Бить собак нельзя, собака просто обидится, все воспримет как агрессию Обратите внимание Кожа у левреток тонкая, любой неосторожный удар может привести к ее травмированию Выгул, физическая активность, безопасное поведение на улице Собакам породы Левре Тедди Итали нужен ежедневный выплеск энергии и крепкие тренированные мышцы, поддерживающие хрупкий костяк собак Для этого нужны хотя бы вторых-часовые ежедневные активные прогулки с играми на свежем воздухе, совмещенные с короткими пробежками В зимнее время собаки не стремятся долго оставаться на улице только в том случае, если на них не будет надет теплый комбинезон Одежда для левреток имеет некоторые особенности, они нуждаются не только в защите корпуса, но и шее В ветреную дождливую погоду некоторые собаки не хотят выходить на улицу даже в защитной одежде Поэтому приучение псов к туалетному лотку должно входить в процесс воспитания этих собак Левретки очень любознательны и быстры, поэтому без ошейника и поводка собак выгуливать на ничем неограниченной территории нельзя Проснувшийся инстинкт охотника может заставить собаку начать преследовать мышонка и убежать от хозяина Важно! Мини обладают ускоренным метаболизмом и постоянно хотят есть, поэтому хозяину приходится следить за тем, чтобы во время прогулок питомец Не подбирал с земли то, что он посчитает съедобным Защитная одежда для собак левреток Мифы о породе Левро Тедди Ителя В процессе воспитания щенка владельцы левреток убеждаются, что некоторые, будто бы мифические, мнения об этих собаках не являются вымыслами Есть основания, чтобы утверждать, что левретки обладают перечисленными ниже свойствами Трусливы Они часто пугаются, начинают трястись, от испуга начинают делать лужи Это действительно может случиться, если на щенка будут кричать Такое же может произойти не только от испуга, но и от неожиданной радости Для того, чтобы у взрослых собак не было нервных потрясений, с первых дней нахождения в семье малыша породы Пикколо Левраера Италиано В его присутствии громко не разговаривают, тем более не бьют собаку Постепенно приучают животное к громким, резким звукам, городскому шуму Не обращают внимания на то, что щенок может описаться при виде большой собаки, не берут его на руки, не жалеют, а насмешливым тоном Дают понять животному, что его поведение не нравится, но и не отталкивают прижавшегося к ногам малыша Не выносят холода, фактически левритки не любят дождь и ветер, не выносят сквозняков Одетые в защитную одежду собаки с удовольствием бегают даже по снегу, постоянно голодают Для того, чтобы умерить собачий аппетит взрослых собак Левра Тедди Итали кормят мелкими порциями три раза в день Они один-два раза в день, как другие породы Хрупкие У маленьких борзых действительно хрупкие кости Эти собаки могут нанести себе вред во время любимых ними активных прыжков Хорошо развитый мускульный каркас обеспечивает взрослым собакам сохранность их костяка, но псов возрастом до 9 месяцев нужно беречь От прыжков и падений с высоты, от сдавливания тела животного даже детскими руками Прогулка левреток на снегу Уход за собаками породы Левра Тедди Итали Короткая шерсть собак породы Пикколо Левра Италиано обеспечивает простейший стандартный уход за животными, который включает в себя Следующие процедуры Обустройство теплого, защищенного от сквозняков Место для сна и отдыха Вычесывание шерсти с помощью специальной Перчатки Мытье лап после прогулки Купание по мере необходимости Регулярный осмотр и обработка глаз и ушей Чистка зубов 2-3 раза в неделю Поддерживание туалетного лотка в чистом виде Третьих, разовое кормление и обеспечение свежей водой Проведение необходимых прививок Живут левретки до 14-15 лет При нормальном уходе собаки практически не болеют, но для породы характерны раннее выпадение зубов, глазные заболевания, эпилепсия, болезни суставов Снизить риск появления некоторых болезней можно с помощью специалистов Регулярные посещения ветеринара помогут четырехногому питомцу дожить до старости без болей и нервных потрясений Вязка К вязке допускаются самки, достигшие возраста 15-20 месяцев, и половозрелые кобели Более ранняя беременность может стать фатальной для левретки с затянувшимся процессом формирования внутренних органов Случку собак производят после двух-трех течки Беременность длится около 72 дней Срок беременности может уменьшиться, если самка вынашивает не более вторых щенков Выбор щенка Выбор здорового щенка – залог того, что в дальнейшем не будет разочарования и слез при виде хилого питомца, тем более если речь идет О выставочном варианте собаки Щенки собак из группы борзые развиваются длительный период Глядя на малышей, трудно определить, какими они будут через 8-10 месяцев При осмотре щенка обращают внимание на его поведение, активность, внешний вид, состояние шерсти, кожных покровов, количество зубов Для того, чтобы приобрести питомца с хорошей генетической наследственностью, нужно познакомиться с его родителями, узнать о длительности жизни предков 2-3 поколений Все данные о родословной пса покупателю обязательно предоставят в питомниках Москвы, Минска, Киева В одном памяти может быть и 5 щенков левретки Плюсы и минусы породы Левретка в доме, где любят небольших преданных и ласковых питомцев, это всегда положительно Собаки породы Левра Тедди Ителя, не требуют сложного ухода, не агрессивны, но способны предупредить хозяев квартиры, что за дверью находится чужак Хорошо ладят с выросшими вместе с ними животными Не нападут на незнакомцев, будь это люди или звери Будут отличными спутниками во время путешествий, станут стимулом для укрепления здоровья владельца, вынужденного ежедневно посвящать 2 часа времени прогулкам, а не сидению возле компьютера или телевизора Содержание левретки допустимо в том случае, если в доме нет маленьких детей, которые еще не могут осознать, что тискать-таскать за хвост Бросать подрастающего щенка нельзя Все в семье должны четко понимать, что мини-борзые не защищены толстой шерстью, и поэтому боятся холода Их нужно чаще кормить, чем псов других пород Должны учитывать, что рядом с левретками нельзя громко кричать и что эти собаки нуждаются в компании человека или другого животного Говорят, что семьи, однажды взявшие в дом щенка левретки, затем делают это еще несколько раз, утверждая, что этих собак в доме мало не бывает Конечно, не все могут себе позволить держать в доме одновременно нескольких, пусть и маленьких псов Но и одна правильно воспитанная левретка станет в доме тем существом, при виде которого в душе появляются только хорошие чувства